В регионе снижается смертность от острых сердечно-сосудистых заболеваний. В областной казне предусматривают сотни миллионов рублей на оснащение соответствующих медицинских учреждений. Но ставку делают на профилактическую работу. Сегодня в кардиологическом диспансере день открытых дверей. Площадки здоровья развернулись и в центре активного долголетия. Никаких ковриков, ничего. Вот только руки, ноги, все. На этом спортивном занятии не нужны ни гантели, ни штанги. Нагрузку регулирует сам организм. Пенсионерам раскрывают секреты оздоровительной гимнастики ходу. Тот, кто рассчитывает не только на активное, но еще и здоровое долголетие, спешит на консультацию к медикам. Мы все знаем, что проще предотвратить болезнь и чем ее лечить. Это экономически и социально более значимые. Задача наша, чтобы максимально в рамках развития первичной медико-санитарной помощи приблизить наши первые профилактические осмотры к населению. Поэтому мы стараемся больше выезжать. В этом году это пятый агитпоезд. И где-то планируем посмотреть в целом. Агитпоезд охватит где-то около тысячи населения с целью профилактического осмотра. Татьяна Павловна следит за своим здоровьем. В свои 68 к кардиологам приходят только за консультацией. День открытых дверей в кардиологическом диспансере подарил еще одну возможность для общения со специалистами. Я каждый день стараюсь ходить. Ну, вот метраж-то у меня где-то 3,5 километра. Это много или нужно прибавить? Нет, это немного, можно даже побольше. Врачи измеряют уровень холестерина, проводят кардиограмму, УЗИ сердца. Факторы риска развития заболеваний определяют за минуты. Обследование сразу на пяти площадках кардиологического центра. По указу президента основная наша задача, чтобы у нас пациенты доживали до 78 лет и старше. И поэтому, в общем-то, вот цель этих мероприятий, но чтобы продолжительной жизни увеличилось ее качество. Мы видим, динамика это есть. Статистика прошлого года тому подтверждение. Смертность от острых сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 10%. Кристина Агафонова, Сергей Свешников. Вести. Ульяновск.